Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ладно, давай Давай, я помогу? Не, спасибо Я сама Пожалуйста Дай ключик-то Слушай, а что это с тобой? А мы сестру этой Кассандры нашли Шея вот тут прострелена Себе не показывают Да фигня все это Она нам затирала Что у нее Во сне было Что-то про стройку И зеленое Так вот Сестру нашли На стройке В зеленом переулке Ну это нормально Ха Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и когда у нее это началось? Ну вот эти вот все Видения Ой, да давно В детстве еще Ей, наверное, было лет около шести Когда она в речке чуть не утонула Гуляла по берегу Остепилась Ушла под воду Она потом сама рассказывала Что ее Их бабушка Антонина Афанасьевна Из воды вытащила Хорошо, что бабушка Вовремя на месте оказалась Хорошо-то хорошо Только к тому времени Антонина Афанасьевна Уже два года как умерла Ну вот с этого момента С Люськой все Странности начали происходить Якобы Знала, что с людьми происходит Даже с теми, которые Далеко были Потом прошло Но вот несколько дней назад Как раз Перед тем, как Машка пропала Моя сестра Все заново началось Жалко, конечно Люся Привет Идем к нам Привет Мне в Москву надо Чего? В Москву А, в Москву Давай я тебя отвезу Хочешь? Иди Сиди Я сама ее отвезу Пойдем Пока 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 А я вот вчера У главного был На ковре За всех вас скопом получал За висики ваши краснел Знаешь, как мы Моей шеей проходились Не по твоей А по моей Ну, мы не можем так работать Ну, у нас дел Ну, выше крыши Ну, ей-богу Ну, у каждого Из оперов по 10 штук Ну, так же невозможно Леша, не тринди Леша, не тринди Мы своим отцом С младшего рядового Сапоги топтали Так что я сам знаю Что к чему И дел у нас было в работе Не меньше А вы справлялись Вы Сегодня Рано утром На огнестрел выезжали Ну, что там Стройка Женщина Убийство Движение есть Ну, какие движения Ну, какие движения Ну, два часа тому назад Труп обнаружили Ну, какие движения Ну, да А там это Никого не интересует Гурища когда возьмете? Барыкова взяли А где они? КПЗ А почему мне не доложили? Так вы там были А не надо передразнивать меня Случайно связали? Почему это случайно? В результате спланированных Оперативно-розыскных действий Ну, да Это все Исполнители Мелочь Безмозглая Вы когда самого Гурища возьмете? Ну, не можем мы его сейчас взять Ну, не можем Он залег на дно В дуру куда-то ушел Ну, так все, одолжи Какую-то Собачку такую маленькую Какой-то издеваться А вы не можете найти Она найдет Сколько этот Гурищ у нас В районе Эту дрянь торгует Полгода Полгода Год А поймать не можете А велосипеды краденые Я вам вчера видел Вот такая стопка Жалоб Товарищ полковник Да не надо же Давайте как-то разберем Колесный велосипед найти не можете Товарищ полковник Давайте так Или будем велосипеды искать пропавших кошек Да, стоп, стоп Спокойно Я же тоже во первом был Знаю Когда достают Когда, когда, когда Ладно, работай Вот Да Что-то я Что-то я хотел спросить тебя Что Еще раз забыл Ты когда Гурища возьмешь Товарищ полковник Счастливого дня Счастливого дня Счастливого дня Счастливого дня Я вам очень благодарна, Люсь Если вы позволите Я бы очень хотела Что-нибудь для вас сделать Ничего не нужно, спасибо Знаете, я У Нади взяла номер вашего телефона И Очень прошу вас Пожалуйста, возьмите мой номер Ну, это на всякий случай Я все-таки Деловая женщина И в этом городе Могу решить кое-какие вопросы Если вам вдруг что-нибудь понадобится Ну, вдруг Я вас очень прошу Позвоните мне В любое время Хорошо? Хорошо Вам звонят? Я знаю Вас отвезти куда-нибудь? В полицию Это они звонят Хотите, я с вами поеду? Не нужно Спасибо вам За все, тетя Люсь Осталось Пустите Вот это собери Девушка Не тороплюсь еще Погодите Да Пустите Я здесь Мы нашли уж сестру Я знаю Присядь Подъедайте Не надо Саня Надо будет поехать Сделать опознание И там ответить на какие-то вопросы Чисто формальности Где нашли Машу? На стройке Стены зеленые? Нет Ну а если это вас как-то утешит Стройка Находится на зеленом переулке Что-то я там все-таки была брала Проходить будете? Ну я тебе буду звонить в каждый день Обещаю, правда А если тебе будет совсем грустно Я тебя к себе заберу Да Ну и что там по биологии? Девушку застрелили три дня назад Причем на стройку тело привезли Так что убили ее не там Почему ты так думаешь? Следы волочения Положение тела И характер раны Для такой раны Мало крови было на стройке Да и гильзу мы не нашли Так что стреляли Явно в другом месте Ну пуль то извлекли Ага Прошла насквозь и застряла В кости черепа Отдала на экспертизу Так что баллистики нам что-то расскажут А протекторы вокруг стройки Сняли? Обижаешь? Конечно сняли Ты только знаешь Нам реальная засада С этим все-таки три дня прошла Снег выпал Это нам мало что даст Иваныч Выживал? А стучать не учили? Камеры проверьте Вокруг стройки За последние три дня Алексей Иваныч Люся опознала тело Сейчас иду Я иду, иду Замочек надо бы врезать Угу До сих пор поверить не могу Так надеялась, что С ней будет все хорошо Я знала, что уже поздно Она такая счастливая была У нее только-только все стало налаживаться Я домой ее увезу В Березово, ладно? Там их Хранить будем Она же всего несколько дней назад Здесь сидела Рассказывала Как ее в банке хорошо приняли Такая счастливая от нас Уезжала на другую квартиру, на новую Господи, вот за что я это все Она про своего начальника что-нибудь говорила Имя его упоминала когда-нибудь Я не помню Георгий вроде Может Григорий? Да, точно Григорий Отчество не помню Сергеевич Да Григорий Сергеевич, кажется Григорий Здравствуйте. Извините, пожалуйста, мне нужно найти Григория Сергеевича. Это невозможно. Он очень занят. Я очень сочувствую вашему горе, но извините. Помогите, пожалуйста, это очень срочно. Хорошо, девушка. Я скажу, что вы приходили, но вряд ли он сможет вам помочь. Он вам не изменял! Что? Ваш муж. Он вам верен. Это ваша подруга. Она хочет его украсть у вас. Послушайте, я не знаю, как вы это раскопали, но это не твое дело. Подождите. Вы в положении. Пожалуйста, ничего не бойтесь. Сходите к врачу, он вам все подтвердит. Ваш муж будет счастлив. Пойдемте. Слушай, чувачок. Ну, я это все в кино уже тысячу раз видел. Типа, подельники тебя сдали, давай, пиши на них скорее, да? Ну, вот пусть они при мне все вот это вот повторят, все, что ты мне сейчас загонял, да? Тогда я тебе подпишу все, что угодно. Окей? Давай попробуем все сначала. Иваныч, там по баллистике результат пришли, стреляли из Макарова. Год назад засветился, там тоже мокруха была. Стреляли в двух коммерсов, убили ее около метро. У меня есть клиент, у него можно все повесить. На этого? Угу. Хорошо. Чего повесить-то, а? Э! Э! Григорий Сергеевич, к вам. Людмила. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Григорий Сергеевич. Анна Андреевна просила за вас, но я, честно говоря, не знаю, чем могу быть вам полезен. Я поговорить хотела, а, Маш? Прошу. Все это ужасно. Примите мои искренние соболезнования. Маша проработала у нас недолго. Я сам видел ее мельком пару раз. Извините. Для нас это тоже очень большая потеря. Специалиста такого уровня мы искали несколько месяцев. Но я понимаю, что ваши потери по сравнению с нашей. Гораздо больше. Скажите, может, вы или кто-то из ваших сотрудников заметил что-то необычное? Какой-нибудь разговор? Может быть, по телефону? Нет. К сожалению, никто ничего не знает. Но наша полиция тоже без дела не сидит. Вот вызвали меня на беседу. Майор Потапов. Вы знаете его? Он ведет это дело. А вот ваша сестра. Ну, вы же наверняка с ней созванивались. Может, она говорила о том, как устроилась. О работе. Мы говорили с ней. Ну, вот видите. Наверняка у нее появились здесь знакомые. Может, какие-то планы. Она должна была с кем-то встретиться в тот вечер. Встретиться? С кем? Это важно? Я не знаю, с кем. Жаль. Очень жаль. Извините. Если нужна моя помощь, пожалуйста, обращайтесь. До свидания. Алло. Да. Да. Хорошо. Да, и чтобы машина была готова. Это поздно. Это поздно. Начальство. Простите, а во сколько у вас назначена встреча с Потапом? На час. Как же быть с вашим рейсом? Вы же летаете сегодня за границу. Я? С чего вы взяли? Просто показалось. Простите. Простите. Документы привезу завтра. Простите. Пока-пока. Простите. Да. Потапов. Ваш начальник. Где он? В допрос. Да. Понял. Иду. Вольно, давай снимай. Да. Иван, и что ж к тебе? Давай. Нам нужно поговорить. Это срочно. Говорите. Мне кажется, я знаю, кто убил Машу. Мам. Убеди. Так бы сразу. Нормально у вас тут. Ай, бабу правят. Руки убери. Пошел. Прошу, присаживайтесь. Я слушаю. Он не убийца. Он не убивал Машу, но... Он знает, кто убил и зачем. Если он летит сегодня из страны, вы никогда это дело не распутаете. То есть я должен пригласить человека, сказать, что он на основании чего? Послушайте, он должен к вам сегодня прийти, к часу. Так. Так он не придет. Хорошо. Когда он не придет, я пошлю за ним роту ОМОНа. Два БТРа и один танк. Он не придет. Я его здесь не чувствую. Не чувствуете? Он мыслями где-то уже очень далеко. Блестяще. Что я ему должен сказать? На основе чего я его задерживаю? У меня было видение. Менеджера крупного банка я задерживаю на основании видения? Вы понимаете, где вы находитесь? Вы понимаете, что вы говорите? Понимаю. Я понимаю, как это выглядит. Ну, за всем спасибо. И давайте расспровожим. Вы не мешайте нам работать. Я вас умоляю. Слушайте, какой же вы... Какой? Несчастный. Не мешайте. Поехали. А что вы думаете? Продолжение следует... Смотри, узнай, бравлю на авиабилеты на ближайшие дни. Сделан, Иванович. Алексей Иванович, а что там кипиш? Никакого кипиша. У Григория Сергеевича этого стоит система спутниковая на машине. Посмотри, где машина светилась в день убийства, только быстро. Стой! Стой! Мне на вокзал надо срочно. Отвезите, пожалуйста. Девушка, у нас их несколько. Карта есть? Навигатор есть. Сюда. Ты уверен? Наверное. Сюда. Хозяин, барин. Поехали. Андрюш, дай-ка мне номер этого Петрашевича. 495, 380, 40, 20. Добрый день, Григорий Сергеевич, будьте добры. А когда он будет? Спасибо. Есть именно такая система. 23.09, да, возле стройки на Зеленой переулке. А сегодня где оно? Последние данные ночи того же дня по улице Кадамцево. Это ремонтные гаражи. Точно. Бегом туда, двух тяжелых с собой возьми. А, спасибо, барышня. Иваныч, брал билеты этот гостей, сегодня вылет. Рейс Москва-Лондон. 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 Да, Алексей Иванович, нашли машину, Марин кровь нашла. Да, хочет поговорить. Да, Алеш, ну весь салон у нас крови, видимо его замывали, поэтому следы крови только лампа вода и показала. И еще, девушку-то нашу убили на переднем сиденье, а труп перевозили в багажнике. Угу, давай. Простите, простите. 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 Поехали! Мэри-экспресс, опаздывайте. Уже, кажется, говорили, не летите никуда. Что с ума сажать? Вам в милицию надо, я вас провожу. Так, подождите, я на самолёт опоздаю. Нет, вы опаздывайте в милицию, я вас провожу. Прекратите. Я вас провожу, я очень хорошо знаю. Полицейский, подойди сюда. Арестуйте этого человека. Так, кто это? Меня не трогайте. Слушай, спокойно, это моя бывшая любовница. Говорит, если уеду, она мне жить я не даст. Держи её, а? Не верьте бы ему. Так, я сейчас обоих задержу. Спокойно. Это убийца. Сейчас разберём всё отделение. Не трогайтесь. Спокойно, успокойся. Привет. Мы будем счастливы теперь и навсегда. Ну, по крайней мере, надолго. Позвольте сумочку. Мороженое будьте. Потом, потом. Давай вспоминай, кто ночью машину пригнал. Клянусь, у меня в этот день не было. Ну, глядите дальше, Пой. Я буду по очереди трясти твоих парней за те копейки, которые ты им платишь. Никто в тюрьму не собирается, как я понимаю? Ну, я не знаю. Кость лобковая. Последний шанс, вспоминай. Слушайте, дайте подумать. Подумал? Да. Вспомнил? Да. Молодец. О, Иваныч, а вы где задержались-то? Ну, мы это без мигалок пробки. Мы их повязали. Привезти по котёку. Когда? Завтра. Завтра? Да. Я уже говорил вам, мою машину украли. Давно? Несколько дней назад. Больше недели. А сколько машина стоит так? Девять миллионов. То есть, девять миллионов, а заявили только вчера? Мне некогда этим заниматься. Я дал указание юридическому отделу, видимо, там придётся кого-то наказать. То есть, я могу позвонить, поинтересоваться? Хорошо. Чёрт с ней, с машиной. Ну, мы назначили встречу в час, а в это время оказались на вокзале. Почему? У меня очень много дел. Я не могу всё держать в голове. Расписанием моих встреч занимается моя... помощница. Это она должна была предупредить, напомнить. Не предупредила. Судя по всему, нет. Что будем делать? Будем наказывать? Ну, хорошо. Будем наказывать. Алексей Иванович, 2-к от приехал. Ну, приглашай. Уходите. Добрый вечер. Могу я узнать, в чём подозревается Роман Сергеевич? Григорий. Да. Вот. Данные геолокации автомобиля вашего клиента в ночь исчезновения гражданки Некрасова. А, ну, прекрасно. Надеюсь, теперь вы его найдёте. Мы его нашли. Ну, вот и прекрасно. Большое спасибо. Да, кстати, когда я могу его получить обратно? Да, ну, лет через 10. Почему так много? Меньше вам даже как-то неприлично предлагать. Так, давайте попробуем обойти без психологического воздействия на моё подзащитное... Следы крови Марии Некрасовой обнаружены в багажнике, на дверях, на сиденьях. Кто-то очень хотел меня подставить. И судя по тому, что я здесь, это ему или ей удалось. Работники автомастерской утверждают, что именно вы привезли машину в бокс. Я не исключаю возможность, что на них было оказано психологическое давление. Мы это проверим, не сомневайтесь. Ну, знаете, не надо так беспочвенно обвинять нашу доблестную полицию. Возможно, вам или вам просто заплатили мои недоброжелатели. Роман Сергеевич. Григорий Сергеевич. Да. Вы утверждаете, что в ту ночь не встречались с Марией Некрасовой и не появлялись в автомастерских. Да. Да. Вот записи с наружных камер видеонаблюдения магазина, который находится возле бокса. Это все на все человек, который похож на моего подзащитного. И автомобиль, который похож на ваш. Кто-то очень сильно пытался меня подставить. А вот запись с камеры, установленной на въезд в автомастерские на Кадмицево. Сегодня можно загранировать человека так, что он не обречит настоит. Всех записей мы изучить не успели, но этого достаточно для заключения вас под стражей. Сколько они могут меня держать здесь? От 48 часов до месяца. Двух. Да. Я не убивал ее, это правда. Я финансист, а не убийца. Продолжайте. Я нет. Это правда. Я не видел, что она говорит surrounded Дляahlяк. Смотрите. Кто-то. Я iTunes. Пост spooky. Угунь. Я Yahoo! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люсь, ты прости, но я сегодня вечером домой поеду, в Москву. Вовку звонил. У него работы много. Вовка не может с Артёмом снять. Вовка у тебя хороший. Хороший. Только от жизни с ним повеситься хочется. Ты богу-то не гневи. Папа, поехали со мной в Москву. Мы тебе квартиру снимем рядом. Артёма столько не видел. Да нет, ну, Лёв, никуда я не поеду. Решу, но не понравится, вернёшься. А пока. КОСКОУАНИЗАЦИКОНИЕ Прости. Надюх, может я останусь? Где я, где Москва? Пап, ну решили уже, уже все. Успокойся. Везет меня как багаж. Даже гостиницу нуку купить не успела. Обойдя тебе своих гостиниц, пап. Надюш, спасибо тебе большое за все. Ты мне очень помогла. Так, прекращай. Ну, если что, звони. Субтитры сделал DimaTorzok Как модно сейчас говорить, из этнических ОПГ. Ну, неделю назад партнер снял крупную сумму со счетов и скрылся в неизвестном направлении. Ну, естественно, пацаны долг повесили на терпилу и попросили поторопиться с принятием решения. Ну да, убив Машу, они наглядно показали ему, что его ждет, если он быстро не решит проблему. Абсолютно точно. Прекрасно выглядят. Здравствуйте. Не замерзли? Нет. Ну, поехали. Хорошо. Сначала в ресторан, потом прогуляемся по набережной. И он решил сбежать. Он не так сразу. Он же работал с одной крупной непсихой. С одной компанией путем нехитрых махинаций, снял деньги со счетов, расплатился с братвой, но решил свалить, а мы его тут и взяли. Ну, это напоминает старую схему дойной коровы. Классика. Конечно, пацаны работали с этим бабаем. Значит, он в любом случае труп. По хундер процент. Рассказал что-нибудь? Все. Имена, фамилии, явки, пароли. Все. Хорошо. Когда будете брать? Вчера. Значит, сегодня действуем. Ага. Анна Васильевна Бабаева, более известная как Бабай. Бабаева. Как водичка? Горячая. Набросьте, а то в камере прохладно, а сидеть долго. Встать руки за голову! Бабаева! Быстрее! Субтитры создавал DimaTorzok Вот бы ее к нам в отдел на работу, да? Тебя бы сразу уволили А тебя? У меня бы? Нет Оставили бумажки переписывать Там кто-то пришел С чего ты взял? Цезарь сказал Ну раз Цезарь сказал Пойдем, уйдем, уйдем, уйдем Цезарь Цезарь, пойдем встречать Добрый день Цезарь, Цезарь, ко мне Заходи домой Идем 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 ужин Ну вот Нужин еще даже горячий Тебе какой кусочек? Немножку Множки нет? Послушай, Чехов пишет мне, Эрхольда Дорогой Всеволод Эмильевич Я неаккуратно отвечаю на письма Но вот в этом мои приятели, которые совсем закружили меня Ладно, пойду, дочитаю А почему ловать? А почему ловать? Что? Что, тоже пиццу хочешь? На Потапову не говори Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok